Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что где-то так Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Куц, Кац и Куц. Ну, понятно. Вот. Так вот, мой дедушка родился в 1905 году, бабушка родилась в 1907 году. И они всю жизнь прожили в городе Брестик. И они всю жизнь проработаны в железной дороге. И они евреи. По отцу. Ну, вы уже сказали это, да, я понял, да. А я до этого говорил, что у моей супруги, отец и бабушка, ой, дедушка и бабушка тоже евреи, а не Гроссманы. Ну, я понял это, да. Ну, далее, далее. Вот. И вот я чему хочу сказать, чему я так говорю, что они всегда были и по отцовской моей линии, да, и по линии моей жены против немцев и всегда были за советскую власть. Ну, естественно, потому что евреи... А потому что поляки... И произвели революцию. А потому что поляки... Потому что поляки тут творили такую дичь. Тут вырезали белорусов просто нещадно. Ну, я вам верю, я знаю эти факты, да. И как мы должны были поляков поддерживать и сейчас поддерживать? Да мы против них. Ну, я так и, я же не спорю. А вы говорите, что вот русские создали такое плохое действие, что подписали Брестский мир. Ну, не спорчет поляки. Брестский мир подписали... Нет, я говорю про русских, про русских. Если бы русские не подписали бы этот Брестский мир, то мы бы остались бы под Польшей и резали бы нас как поросят. У нас огромные кладбища возле Бреста стоят. Брестский мир подписали не русский. Троцкий был еврей. Ну, двое. Когда Брестский мир. А Троцкий был еврей чистый. А Ленин был помесь... Ну, было у него русская кровь частично, но он нечистый русский. Ну, Ленин и Троцкий когда исчезли из мира? Ну, а Брестский мир когда был подписан? В 1918 году. В каком году? В 1918 году. В 1918 году. А хорошо. Вот. А поляков когда изгнали из Бреста? В 1939 году. Ну, это да. Да, я сам я знаю. А если бы их не изгнали бы, коммунисты, нам был бы здесь, извините, полный пиздец. Я согласен с вами, притчет от Брестский мир. Брестский мир касаемо, потому что... 1939 года ни о какого отношения не имеет. Ну, это все имеет, это все связано. Это история, это все связано временными событиями. Поляков и знали по пакту Молота-Либбентропа. А Брестский мир, там наоборот, была утеря территории России. РСФСР. Ну, была Россия, потом отдали полякам. Потом и опять стала Россия. И что, неправильно сделали? Я считаю, правильно. Ну, то, что... Нет. Вы про Брест говорите, я говорю про Донбасс и Харьков. Да, Донбасс и Харьков отдали. А причем здесь Донбасс и Харьков... Это, знаете, как... Это то же самое, как разговаривать, например, про Москву и Казахстан. Ну, каждый кулик хвалит свое болото, я вас понял. Тоже... Ну, а причем здесь... Я... Республика Беларусь к Донбассу в данный момент не имеет никакого дела. Абсолютно. Брест отдали полякам никак не по Брестскому миру, а в результате поражения Красной Армии в польском вступлении. Тогда Брест отдали полякам, кто хотел наступал. Вот. К Брестскому миру не было... Смотрите, вы говорите про Донбасс, да? Да. Но Абрест и Республика Беларусь к Донбассу не имеет никакого отношения. Я бы сказал, что я не полностью согласен. Да, да. Я просто... А вы мне про Донбасс, ну... Ну, я понимаю, что про Брест, я с вами согласен, про Брест, без вопросов. Ну, хорошо. Я говорю про Брест... Да я понял. Вы, я вижу, такой исторический мыслящий человек... Если не секрет... Город Гамбург, Германия. Понятно. А оригинал свеки ваш какой? Откуда приехали в Германию? Я приехал в Германию из Казахстана. Понятно. Этнический немец по этнической эмиграции, я понял вас. На какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть. Меня Олег зовут. Меня Сергей зовут. Нет, на особую тему не беседую. Просто... Если есть вопросы, разговариваю. Вы только что с блогерами разговаривали. С украинскими. С украинскими. Мы колорусницы, только что. Долго мыслим, каждый раз попадаемся, разговариваем. Вот они какой-то там стиль. У меня тоже с ним есть три диалога, только давно, в последнее время он мне не попадает. Если желаете, я могу дать на зоне своего канала, посмотрите, если вас интересует. А вы откуда будете с Канадой, судя по всему, да? Да, Торонто. А что за фотографии вы транслируете? Это виды города 1908 года. Ну, вот я вижу, что что-то такое. Очень меня это завлекло интересно. Да, да, да. А потом вдруг... Я не смотрю каналы просто, ну, то есть, как бы, в силу того, что я не блогеров не смотрю, ничего не смотрю. Ну, зато попадаете на них, да, как вы говорите. Я выхожу за местом полезным с приятным. Иногда там два раза в неделю, может быть, могу за бойко выходить. Но, скорее, так не чтобы попадаться, а чтобы поговорить. Ну, я вас понял. А тематика ваша бесед, какая обычно? Ой, совершенно различная. Слушайте, всегда начинаем, хоть это... У меня очень много хобби. Как оно идет? В основном всегда заканчивается одним и тем же политикой. К счастью, к сожалению, не знаю. Ну, бывает и про историю. Иногда про историю. Ну, вот давайте по новейшей истории. И каковы, по-вашему, причины распада СССР? Ух, вы так сразу. Сейчас что-нибудь примем. Причины распада СССР. Вам экономически, то есть, с точки зрения чего? Вообще, почему распался СССР? Ну... Потому что он должен был распаться. Это... Это, да. Я... Ну, давайте лучше хронологически. Когда была изначальная причина? Хронологически первая. 83-й год, или 85-й, снижение цен на нефть ОПЕК. Данная система не могла бы существовать при такой экономике. 83-й, по-моему, решение ОПЕК о снижении цен на нефть. Это одна из причин, да, но... Ну, одна из причин, что самое главное. Хронолог... Ну, нет, не самое главное. Самое главное, она есть и самая первая. Первый гвоздь в группе СССР вбили его основатели Ленина и Троцкий в момент образования СССР. Это да, нет, тогда исторически. Тогда вообще все. Хронологически изначально, которые... Тогда хронологически? Они сделали системный порог госустройства в виде республиканского деления с правом выхода. Это право выхода просто и вышло в 91-м. И даже удивительно, как в 69-м могла страна с таким пороком существовать. У вас сейчас в Германии даже, дай такое же право выхода, так и Бавария побежит из Германии, например. Да, побежит, не побежит, это другое. Хоть захотят, не захотят, куда бежать, это вопрос. Тогда, нет, тогда по-другому. Может, право выхода не измененное право выхода, но в конечном итоге, когда сформировался Союз Советских Социалистических Республик в конечном итоге? Это было в 56-е годы, правильно? Ну, это окончательно. Когда можно сказать, что Союз был действительно? Если вы имеете в виду в конечном виде, да, в 56-м году где-то была ликвидирована 16-я республика, стало их 15, и в таком виде СССР дошел до своего расклада. Да, ну, смотрите, организовался в 22-м, там, 24-м годах. После этого, там, боролись с продразверсткой, еще что-то, восстание, 5-е, 10-е, доборолись, доборолись, потом, соответственно, переселялись, уничтожались автономные Советские Социалистические Республики, поволжских немцев, выселялись, и случилась война. После 45-го года еще некоторые республики оказывали сопротивление до 56-го, до 57-го года их гоняли, правильно? Ну, поправка, продразверстка была до образования СССР, где-то 18-й год. Ну, продразверстка, и как его, замененная на этот самый... На продналог, да. На продналог, да. Организовались, собрались, то есть до 56-го года дрались, встречали сопротивление, и, наконец-то, прошло поколение, да, или два поколения после войны, которые, наконец-то, организовали Советский Союз. Просуществовал он фактически до 70... Ну, до 80... Ну, 78-го года, там, отмена... 76-го года, отмена крепостного права. Вот. Это зависающий этап. Отмена, как вы говорите, крепостного права, образно выражаясь, то есть выдача паспортов селянам, началась при Маленкове. Это Маленков, когда вступил... Ну, совершилась она в 74-й, 76-й. Завершилась, а началась, провозгласил ее Маленков, как преемник Сталлина на посту первого лица государства. Мы не учитываем... Которого в Брежневской конституции вообще вычеркнули из конституции. Да, да, да. Не конституции, а в энциклопедии по последней советской даже вычеркнули его как личность. Ну, там, Жукова то порицали, то вносили, то вычеркивали, то давали ему четвертую звезду за подавление восстания. Там много чего было, да. Но, в конце концов, Советский Союз просуществовал фактически вот как союз, единство там всех племен и народов и так далее, да. То есть, он просуществовал сколько? 30... Ну, 25 лет? Где никто никогда ни с кем не боролся. Ну, тут, конечно, нужно анализировать. Ну, я понял ваш ответ, спасибо. Вот вам из другой немножко оперы вопрос как к жителю или гражданину Германии, наверное, вы гражданин сейчас. В истории известно два массовых случая применения химического оружия в боевых условиях именно во время боя. И оба раза применяли немцы. Против кого? Ох, ё-моё. Первая мировая война. Почему немцы применяли? Иприт? Ну, это да. Ну, правильно. Второй смысл Иприт, а первый смысл Хлор. 15-19 год. Ну, 15-19 год. Первая мировая война. А немцы разве... Не, ну, первая это этот самый против... Как его? Атака мертвых скорее всего была. Атака зомби или как она называлась? Ну, ладно. Оба раза против французов. То есть... Нет, 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 подождите. Химическое оружие примененное против российской армии или советской уже армии. Против французов это понятно. Атака мертвецов когда была, когда слезала кожа и там шли российские войска там в атаку, то это же Первая мировая была, да? Да, Первая мировая была. Сейчас, секунду, атака мертвецов по-моему, называется, да? Это, по-моему, относится не к русской армии, а к французской, к французской. Нет, нет, нет. Атака мертвецов в 15-м году. Там как-то неудачно ветер подул и в итоге немцы больше пострадали в одном из применений. Нет, Осовец, Осовец, оборону крепости Осовец Новогеоргиевск. Это примена была против русских под командующий Котлинский был, по-моему. Применен был ГАС и когда с них слезала кожа там, они выплевывали все и шли в атаку. Это было названо атаками Тверцов в 1915-й год. Поэтому три раза применены. Интересный момент, я это обязательно изучу. Мне это интересно. Как к офицеру запаса командиру отдельной рот очень защита у меня специальность. Атака мертвецов это называется в 1915-й год. Атака мертвецов все понятно. Окей, я вас понял. Но химическое оружие что означает химическое? Химическое оружие применялось всегда и бактериологическое. Отравление колодцев, разбрасывание падали, забрасывание городов падалью и тухлым этим самым заразными животными. Ну это применялось, но это не массовое применение. Массовое применение вот два в боевых условиях. Три, ну три, три, четыре там все там. Три, да, три. А в гражданских условиях а умсы на реке зарин распыляли. А умсы на реке, да. Атака на Америку сибирской язвы конвертами, ну это биологическое оружие, не химическое, когда заслали в конгресс конверт. химорожие. Как и если вам интересно, вот новичок разрабатывалось как СССР, так и США его внедрили под маркировкой от АС-230 до Ну фосфата производная фосфата, да. Она относится к фосфорорганике. Ну, дело в том, что у фосфорорганики и так были до новичка были продвинутые в общем-то боевые вещества, такие как зарин, заман, викс, газы. А зачем по-вашему новичок еще был нужен? В смысле? Как поражение? Как да, как отравляющее вещество. Зачем его изобретали? Ну, во-первых, его изобретали, потому что это микроколичество, то есть его явно не изобретали для того, чтобы сделать из него оружие, условно говоря, массового поражения, потому что в массовых боевых условиях оно малоприменимо, легче применить газ, оно дорого, и что там опрыскивать всех военных, потому что существует средство защиты. Оно разрабатывалось, как все прочие в принципе химические, биологические средства, как яды, как яды для применения спецопераций. Была поставлена задача изобрести фосфороорганические вещества, которые оказались наиболее эффективными с точки зрения химорожия, без запаха. Вот новичок достигли своей цели и штата, и СССР изобрели новичок, который является без запаха. А вот допустим, эффективность химического оружия, применения боевого отравляющего вещества, определяется количеством так называемых полулетальной дозе. То есть концентрации газа в микромолях на литр, которые обеспечивают половину летального исхода для испытывания контингента. Но векс газы раз в пять эффективнее, то есть имеют в пять раз меньшую полулетальную дозу. для мирного населения более эффективный Зарин почему-то. Зарин, Заманы, Арсен и Принь. А знаете почему? Вот для мирного, а для армии наоборот, там команда газа, надеваешь противогаз, а для мирного, потому что Зарин... Они спускаются в бомбоубежище, он тяжелее воздуха, соответственно. они все тяжелее воздуха. Зарин имеет приятный запах клубники, и у мирного человека, который не имеет средств защиты, инстинктивное желание еще раз вдохнуть. А векс газа имеет запах дерьма, у него наоборот инстинктивное желание пристановить дыхание. Вот поэтому Зарин получается эффективнее, несмотря на то, что имеют как раз худшую показатель по полулетальной дозе. Вот такие новости. Ну, они тяжелее воздуха, плюс еще без запаха, что еще можно? Можно простые газы использовать без запаха. Аммиак. Аммиак сильный запах довольно. Не, не аммиак, аммиак понятно, что спирт. Скажите этот самый, при производстве алюминия используется, потому что на заводах была безопасность 2 метра стена, он идет тоже группа азота, как же он назывался, аммоний, не аммоний. Ну, нет, диоксид азота, наверное, использовался. Наверное, да, но не использовался, то есть, диоксид азота, то есть, смертельный газ без вкуса, без запаха, просто идешь, человек бахнет, упал. Это то, диоксид азота тоже имеет, и цвет даже имеет. Не, тот без цвета, без вкуса, без запаха. Мортом зеленый и всякое такое, а этот, вот, алюминиевых заводах, мог выделяться этот газ на основе тоже азота, я сейчас не вспомнил. Да, моноксид азота, он как раз без цвета и без запаха. Да, может быть. надо посмотреть. Ну, хорошо, ладно, вот я вам небольшую информацию дал, от вас тоже хоть что-то подчеркнул, обязательно посмотрю. Атака мертвецов, вы сказали? Атака мертвецов в 15-м году она, по-моему, была. Обязательно, это очень интересно, обязательно посмотрю. Потому что там как раз был применен химический газ против этой самой, но там она, атака мертвецов, она была в том, что они встали за копки в облевые легкие и шли там на этот сам ну, вы же сказали, я понял, я понял, хорошо. Смотрите, всего доброго. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, вы где живете, если не секрет? Я живу в Таганроге. Понятно. А вы? Меня Харьков, меня Олег зовут. На какие темы беседуете, может, вопросы у вас интересные есть. Поскольку вы, скажем, с этим самым, с опытом человек, философский такой вопрос, философский вопрос. Давайте. Чем ментально украинцы отличаются от русских? по ментальности. По ментальности? Ну, мало чем, но более, как бы, хозяйственные в сельской местности. Более хозяйственные как? В сельской местности. Среди среди жителей сельской местности более хозяйственные. Ну, и более прижимистые, более эгоистичные, менее альтруистичные. Это вы о ком? Об украинце. Ага. Вы же спросили, чем отличаются украинцы от русских? Я вам отвечаю. А вы как считаете? Отношение к власти. Это вы еще дополнительный фактор приводите, что по отношению к власти они другие? Да. А тут я не согласен. В чем они другие по отношению к власти? Вы не ощущаете разницу? Особо нет. То, что вы считаете, что меняется власть, так она меняется не самим народом, а под внешним воздействием, организованно. В России что же? Ну, в принципе, пытались, но тут власть посильнее просто как-то сопротивляется. А если бы была послабее, как в Украине, тогда бы было то же самое. То есть не народ же меняет власть, а под внешним воздействием. То есть в Украине меняют внешние силы власть, да? Ну, меняют внутренние силы, но субсидируются те силы, которые меняют власть внешними силами. Они же действуют не из альтруистических или патриотических побуждений, а отрабатывают свои гранды. Оба-на, как серьезно. Вы же сами завели философский вопрос, давайте попроще вопрос. То есть Ростнефть финансирует выборы в Украине, наверное, да? Или как? Ну, Запад в основном финансирует, но не выборы. Всякую предвыборную всю эту суету финансирует. Выборы как раз в Украине надо отдать должное более-менее ну, некоторые нечестные, а вот последние были честные. Кучма первый раз честно избрался, второй нечестно. То есть бывают в Украине такие честные выборы, которые проходят честно, но главное это не выборы, главное как подвести народ к этим выборам, что им в голову вбить. а это уже зависит от телевизора. Телевизор состоит из вещания, состоит из набора каналов, каждый канал финансируется в определенном направлении, так сказать, зомбирует своих зрителей и так далее. А в России выборы есть? Ну как, в России то же самое, только там они, как говорится, менее конкурентные. Менее, ну почти неконкурентные сейчас, но были конкурентные когда-то в 90-х, правильно? Всего там два этих самых? Два президента за все время? Ну что два? Три? Что-то вы плохо знаете историю России современной. Нет, это не президент, это пацана посадили на время. Ну, понятно, что это. Про каждого президента можно сказать, что и про Зеленского, что посадили на время, и там, и так далее. Понятно, что, ну, у него были свои выборки, так сказать, которые, когда он шел против Путина, если помните. Помните такие? Угу. А что вы помните? Про Путина? Два факта, когда Медведев пошел как президент против премьера Путина, против мнения премьера Путина, и Путин это проглотил. Я не думаю, что он шел мимо, скорее всего. Первый сливий, когда он полностью одобрил западный план свержения Каддафи. Путин бы против, но не стал вмешиваться. А второй по снятию Лужкова. Путин не был за снятие Лужкова, но Медведев его снял, отрешил от должности, как он сказал. Вот решил даже. Такой был глагол, если помните. Он в указе президентства Медведев написал, что отрешить мэра Москвы Лужкова от должности. Не просто снять там или уволить, а отрешить. Если вы помните этот момент. Вот в этих двух моментах он пошел против Путина. Ну, не совсем против Путина, а вот не на одной волне с Путиным был, а на своей. Ну, то есть в одном кремляне успели разобраться, как правильно он понимал, что Путин иного мнения, но все-таки настоял на своем Медведев вот в этих двух моментах. А вы точно из Харькова? Можете проверить, открывайте карту Харькова, задавайте мне вопрос по географии Харькова, я вам отвечу. А что, а почему вас это удивляет? Сомнения почему возникли? Так хорошо знаете, о чем договорился Путин с Медведевым, такое ощущение, прямо там как будто рядышком сидели. Ну, я наблюдаю за политикой, я могу сказать, что в штатах было, допустим, какие-то перетрубации были. я же не из каких-то юбиней, там, винницких или черкасских, а из Харькова, Харьков это интеллектуальный город, вы не путайте. Ну, да, ну, да, наверное, знаете, кто Майдан финансировал, да? Наверное, Обама. Ну, не сам Обама, Ну, Лонд там распределяло финансирование Майдана. Ну, плюс-минус миллиард, сколько подкинул? Ну, 5 миллиардов же говорят, про 5 миллиардов, или там это за период за 10 лет, я не знаю, ну, неважно. Украина страна дешевая, там, доллар совершенно другой даже, чем в России, не говоря же об Америке. Как СССР было в 89-м году, вот в 89-м приезжали американцы, соседи, они соколи от восхищения языками, какая замечательная страна СССР, в ресторан сходить с черной икрой, с коньячком, полтора доллара, девочку снять на ночь, полтора доллара, в баньку сходить, 40 центов, ведь, мы от таких цен, это самое, типа, им так нравилось, и говорят, какая замечательная страна, так что, чем беднее страна, тем дешевле условия, и тем дешевле купить элиту, и тем дешевле купить прессу, и вообще почти все дешевле, но это как бы взаимосвязано, конъюнктура, и так сказать, спроса и предложения, это естественно, не ну все, а соседка, он был совсем не разговариван, да дурака валяется, разговаривали, разговаривали, а что, а западной, західной Украины немае, західной нема, и восточной, немае восточной Украины, есть одна Украина, где вы таки видели, Схидная Украина, есть Схид Украины, есть Захид Украины, есть Схидные области Украины, есть Республика Кубань, которую купили коммунисты в 1918 году. А Воронеж не купили коммунисты? Нет, Воронеж передали. Школы с татарским языком обучения. Еще раз зафиксировали, Петр, зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения. В соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят и будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Ты черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное зря жалел Деникин хама Их надо было брозгать да плетьми А вот теперь ни воинство ни храмов Минократия помойки Диктует морду на мораль Мне наплевать О сердцу горько Сучья земля повы этим за родную Россию как в Си их рассеют тяжела будет и суверен Русская группа Грузия Украинского Городия Начина Пытаясь Да Да Украина Катерина 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 Я Я Хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами От Хайкова до Гиева 480 километров А до границы с Россией 40 Давай Страна огромная Давай Нагомердный бой Демашистской силой дюкною Срочевой дюкною Но ты мне улица родная И вне погода дорога Демашистской